Музыка Представьте себе ароматная гречка, нежное мясо, хрустящий бекон и рассыпчатое слоеное тесто. Попробовав это блюдо, вы испытаете настоящее блаженство. Чтобы приготовить уникальный гречневый рулет, вам понадобится гречка, куриное филе, лук, бекон, шампиньоны, соль, перец, растительное масло, мука, сливочное масло и уксус. Наш гречневый рулет будет 35 сантиметров в длину и шириной 15 сантиметров. Для рулета такого объема нам нужно приготовить 500 граммов слоеного теста. 50 грамм сливочного масла растапливаем в сотейнике. Мы пока берем большую миску и высыпаем в нее 480 граммов муки пшеничной. Еще для вкуса добавьте пол чайной ложки соли. И сделайте в центре лунку. На 480 граммов муки нам понадобится 250 миллилитров воды. Это один стакан. Масло растопилось, снимаем его с огня. Переливаем в отдельную миску. И добавляем в него наш стакан воды тонкой струйкой. Ну, как необычно. Да. Да, я буду помешивать. Также добавляем сюда 2 чайные ложки яблочного уксуса 5%. Уксус повышает качество клейковины в муке, поэтому тесто будет более эластичным. Теперь эту смесь мы будем переливать в муку. Ну, чтобы в тесте не было комков, наливайте постепенно. И замешивать надо. Наденька, подпили доску мукой. Тесто собралось в ком. Теперь его нужно хорошо вымесить на доске. Приминаем тесто ладошками, чтобы получилась лепешка. Затем лепешку складываем пополам и снова приминаем в лепешку. Ну, такое мягкое эластичное становится. Оно уже готово? Да, да. Все. Теперь собираем его в шар и накрываем пищевой пленкой. И убираем на задний стол. А сейчас мы приготовим масляной корж. Для него нам понадобится 200 граммов масла. Для того, чтобы сформировать корж, нам нужно холодное сливочное масло. Его нужно натереть на крупной терке. А для того, чтобы масло не таяло в руках и не прилипало к терке, я поделюсь небольшой хитростью. Перед тем, как натирать масло, обваляйте его в пшеничной муке. Благодаря муке масло будет меньше таять и не будет скользить в руках. Гениальный секрет. Вообще. Остаток вот этой муки тоже мы высыпаем вот сюда. И перемешиваем, чтобы масло собралось в ком. Из масляной смеси нужно раскатать корж. И чтобы проще было это сделать, на доску кладем лист пергамента. Андрей, выкладывай масло на пергамент. И примни его руками. Накрывай масло вторым слоем пергамента. Теперь берем скалку и раскатываем прямоугольный пласт длиной 15 сантиметров, а шириной 10. Да, вот так. Все, 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 вот это достаточно, ты раскатал все. Снимай пергамент. Отлично. Отправляем масляной корж в холодильник. А мы пока раскатаем тесто. Снова присыпаем досочку мукой и раскатываем тесто пласт 30 на 20 сантиметров. Овощ молодец. Достаем теперь масляный корж, который у нас в холодильнике. Андрей, клади масляной корж на край теста, отступив по бокам по полтора сантиметра. Подной частью теста надо накрыть это масло и защипнуть края. Масло и тесто должны хорошо застыть, поэтому обворачиваем его пищевой пленкой и отправляем тесто в морозилку на 15 минут. Достаем тесто, оно уже охладилось и масло застыло. Доску подпыляем мукой, Надя. Так, и раскатываем. Прямоугольная форма должна сохраниться. Теперь снова складываем тесто, можно завернуть конвертом. Чтобы слои застыли, мы должны снова охладить тесто. Обворачиваем пищевой пленкой и ставим на 15 минут в морозилку. Через 15 минут мы снова раскатаем тесто в прямоугольный пласт толщиной 1 сантиметр. Сложим также втрое и отправим в морозильную камеру еще на 15 минут. И так повторяем еще 3 раза. В общем, на это уйдет минут 45. 45 минут прошло, слоеное тесто у нас готово. В сумме мы раскатывали его 5 раз. Сейчас нам нужно приготовить начинку для нашего рулета. Для рулета нам понадобится 100 граммов гречки, это полстакана. Отсыпай в сито и промывай под проточной водой. А я пока поставлю в статейник и налью туда воды. Напоминаю, что кашу мы варим 1 к 2, поэтому я наливаю 1 стакан воды. Так, вода закипела, мы отправляем гречку в статейник. Также нам нужно поставить сковороду на огонь. В ней мы обжарим остальные ингредиенты для рулета. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла и пусть оно разогреется. В статейник с гречкой добавляем пол чайной ложки соли. Накрываем крышкой и оставляем вариться 15 минут. А мы тем временем подготовим остальные ингредиенты. Нарезаем кубиками по 5 миллиметрам 200 граммов грибов. А что еще будет в начинке? Еще в начинку надо нарезать луковицу, тоже кубиком по 5 миллиметров. Я вам помогу сейчас. А ты петь любишь? Я люблю, конечно, петь, но у меня не очень это хорошо получается. Просто же сам вы лоперный певец, я думала, вдруг вы так, арию какую-то вместе. Да нет. Что значит нет? Ты меня на пальцах учись танцевать. Давай попробуем. Давай. Для начала лук выкладываем в сковородку и обжариваем до прозрачности. Давай, Самвел, Андрей хочет петь. Так, давай, для начала надо распеться. Вот, допустим, вспомни, как бекает коза, допустим, или бекает. Можешь так сделать? А еще так. Надо вспомнить корову. Самвел, ты говорил, мы будем петь. Горит. Ой, пахну, давай. Оттуда. А у меня не получается, Самвел. Ты как корова даже замечательный можешь, Надя, позор. Нет, абсолютно не могу. Это действительно позор. Давай грибы сюда. Давай уже грибы. Ну, давай что-то вспомним. Ты знаешь, что наша жизнь играет? Что наша жизнь играет? Грибы у нас поджарились. Нам понадобится 300 граммов филе. Это одна штука крупная. Андрей, нарезай филе вдоль на слайсы шириной 1 сантиметр. Пока Андрей нарезает филе, я беру 50 граммов бекона. Бекон нарезаем кубиками 5 миллиметров, как грибы и лук. Для того, чтобы в рулете куриное филе быстрее пропеклось, нам нужно его отбить. Так филе будет более тоньше, а рулет еще нежнее. Для этого надо накрыть филе пищевой пленкой и отбить кухонным молотком. Нарезанный бекон я отправляю в сковородку грибами к луку. Все, хватит, это достаточно. Бекон с грибами обжариваем 5 минут. Надо сложить филе в среднюю миску и отложить в сторону. Гречка, наверное, у нас уже готова. Смотрите, воды вообще нет. Идеально сварилась. Выключаем. Добавляем в гречку обжаренные грибы с беконом. Теперь добавляем специи. Соль пол чайной ложки. Одна четвертая чайной ложки перца. И хорошенько все перемешивай. Мы перешли к самому интересному. Мы сейчас будем делать двойной рулет. Это как двойной рулет? Начинку мы тоже будем заворачивать в рулет. Ага. Чтобы проще это было сделать, простели на доску пищевую пленку. Длина примерно 40-50 сантиметров пленки. Теперь берем нарезной бекон 200 грамм. Его мы будем использовать как один из слоев нашего рулета. Длина слайсов должна быть около 20 сантиметров, а толщина примерно 3 миллиметра. Выкладываем вот так бекон поперек пищевой пленки нахлёстом. Один слайс должен на 5 миллиметров накладываться на другой. Получится прямоугольный пласт из бекона длиной 30 и шириной 20 сантиметров. Сверху на бекон, отступив по краям полтора сантиметра, выкладываем слайсы куриного филе. Отлично получилось. Теперь очередь ароматной и невероятно вкусной гречки с грибочками. Надо высыпать прямо в центр и распределить по всему периметру. Толщина гречневого слоя должна быть примерно 5-7 миллиметров. А сейчас самое интересное, мы должны завернуть всё это в рулет. С длинного края приподнимаем пищевую пленку и заворачиваем края слайсов бекона вовнутрь. И сворачиваем в рулет. Пленку постепенно вот так вот убираем. Всё, Андрюха, а теперь заворачивай его. Ну ты даёшь, Андрей. Теперь по краям заворачивай. Как конфетку, да? А для того, чтобы начинка в форме рулета не распалась и лучше скрепилась, отправьте рулет в холодильник на 30 минут. Рулет с начинкой уже застыл. Сначала подготовим тесто. Надя, включи, пожалуйста, духовку на 180 градусов. Тесто затвердело. Масло, которое между слоями хорошо застыло. Часть теста мы должны оставить на украшение длиной примерно 5 сантиметров. И откладываем в сторонку. Присыпаем мукой поверхность. Андрей, так, бери скалку. И оставшуюся часть теста раскатываем в пласт длиной приблизительно 45 сантиметров, а шириной 30. Толщина теста должна быть 7 миллиметров. Наденько взбиваем одно яйцо с щепоткой соли до лёгкой пены. Будем заворачивать начинку в слоёное тесто. Снимая плёнку с неё, выкладываем рулет с начинкой на край теста. Теперь приподнимаем края теста, которые мы оставили, и заворачиваем начинку. А по бокам теста заверните вовнутрь. Наденько, подготовь противень с пергаментом и смажь кусочком сливочного масла. Перекладываем рулет на противень швом вниз. Вы помните про тесто, которое мы откладывали? Да. Теперь мы сделаем украшение. Смазываем рулет яйцом. Остатки теста выкладываем на доску. Добавляем муку и вымешиваем тесто. Формируем веточки. Для этого небольшой кусочек теста скатайте трубочкой диаметром примерно 5-7 миллиметров и длиной 8 сантиметров. Ножницами с двух сторон сделаем небольшие разрезы на расстоянии 5 миллиметров друг от друга. Так делаем по всей длине жгутика. Нужно выложить вот эти веточки на рулет. Для розочки рюмкой вырезаем вот такие вот кружочки. Каждый кружочек разрезаем пополам. Одну половинку сверните трубочкой. А последующие цепочкой внахлёст выкладываем друг на друга. Формируя розочку, прикрепляем к рулету. Для листиков рюмкой вырезаем кружочки теста. Лишний край отрезаем тоже рюмкой. Получается у нас такой полумесяц. Его мы трогать не будем. А вторую часть формируем в листик. В центре и по краям ножом делаем насечки. Выкладываем листики на рулет. Теперь формируем цветок. Берем рюмку диаметром 5 сантиметров и вырезаем кружочки. Разрезаем каждый кружочек пополам. Половинку складываем и защипываем острые края, формируя лепесток. Делаем 5 лепестков. Лепестки выкладываем на рулет, формируя цветок. Теперь отщипываем кусочек теста и скатываем в шарик размером с горошину. Выкладываем шарик в центр цветка. Всё, рулет украшен. Смазываем рулет яйцом. Пришло время поставить рулет в духовку. Испечется он всего за 40 минут при температуре 180 градусов. Невозможно уже терпеть больше. Давай, доставайте. Ну что, доставайте, покажем. Он великолепен. Смотри, какая красота получается. Это же произведение искусства. Ай, отлично. Румяный, красивый. Аккуратно придерживая рулет, вынимаем пергаментную бумагу. Сперва фото. Круто. Эти и другие фотографии с наших встреч вы сможете посмотреть на нашем сайте и на страницах Себо Десмачно в соцсетях. А теперь, наконец-то, мы можем его попробовать. Боже. Супер просто. А, какой он в разрезе вообще красивый. С ума сойти, ребят. Но это же правда, рулет в рулете. А тесто какое слоёное. Смотри, шикарное тесто получилось. Вообще. Просто можно смотреть на него, любоваться. Но аромат такой, что хочется... Заставляет всё равно его съесть. Конечно, да. Ничего вкуснее из гречки я, правда, не ел. Потому что вот это всё соединение. Грибы, бекон даёт супер какой-то... Настолько насыщенный вкус. Куриное филе. Куриное филе, да. Я подумать не мог, что гречка может быть такой вкусной. Это блюдо – настоящее произведение кулинарного искусства. Здесь только ингредиенты соединены, а вкус получается изумительно гармоничный. Вот я уверена, что на праздничном столе это будет главное блюдо. Смотрите, как много получилось. Самвел, ты нам очень угодил. Просто волшебно.